Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов, а вы смотрите видео на канале Gameplan. И перед тем как начать свой новый топ, я хочу поблагодарить вас за то, что вы поддержали мое предыдущее видео, и оно набрало соответственно много просмотров, много лайков, а также очень много крутых, дельных и интересных комментариев, которые мне было не только интересно почитать, но и ответить практически на каждый. Ну что ж, не будем медлить и перейдем к свежим играм. На 10 месте расположился аркадный гольф под названием Nano Golf. Это игра от студии Nitrom, о которой я вам каждый раз трендычу, что я просто обожаю данную студию, потому что она делает самые настоящие шедевры. Этот таймкиллер я чуть было не пропустил, если бы ни один из моих подписчиков, который подметил это и написал мне в комментариях. За это ему отдельный респект. Итак, что же здесь нас ждет? Здесь нас ждет пиксельная мини-гольф аркада, которая на первый взгляд возможно не впечатляет, но если поиграть в нее и разобраться что здесь и к чему, то игра более чем крутая. В визуальном плане игра выглядит довольно плоско, но тем не менее разработчикам удалось, используя небольшие такие оптические иллюзии, создать, так сказать, рельеф, который в будущем будет использоваться для того, чтобы усложнить вам или же наоборот облегчить вам задачу. В игре вас будет ждать более 70 уровней, разбитых на различные зоны, и в конце каждой из этих зон вас будет ждать небольшой, так сказать, босс-уровень. Это может быть гольф-машина, которая хочет догнать вас, уничтожить ваш мячик, или же лазер, который будет медленно, но верно достигать вас, и ваша задача успеть закинуть мяч в лунку до того, как он вас настигнет. На каждый уровень вам дается ограниченное количество ходов, но естественно лучше будет, если вы потратите их как можно меньше и забьете мяч с одного или с двух ударов. Но на некоторых уровнях это сделать будет практически нереально. Это заставит вас немножко попотеть, напрячься и в конечном итоге все-таки справиться с поставленной целью. Аркада получилась просто великолепная, нейтром как всегда не делает говна, и поэтому я рекомендую вам эту игру и все игры данной студии. На девятое место я поставил довольно любопытную головоломку от индийских разработчиков. Игра называется Бомбарика. Здесь каждый уровень представляет из себя небольшую комнату, посреди которой вдруг появляется бомба, которая будет катиться в ту или иную сторону. И вам необходимо, используя элементы интерьера, нажимать на них для того, чтобы эту бомбу обезвредить, а конкретнее выкинуть ее из комнаты, либо же допустим поместить ее в сейф, чтобы она взорвалась внутри него и комната не пострадала. Еще одним интересным моментом в данной игре является то, что здесь имеются кристаллы, которые вам необходимо собрать, но делать это совершенно не обязательно. Причем вы можете собирать эти кристаллы как в рамках одной попытки, так и в рамках нескольких. То есть по сути на этом акцент особо и не ставится. Сама идея игры мне в принципе понравилась, но к сожалению в ней присутствуют небольшие огрехи в геймдизайне, которые периодически будут вас немножко подбешивать. Также хотелось бы отметить оптимизацию. В принципе все идет гладко, но иногда небольшие просадочки в игре наблюдаются, особенно при записи геймплея. Восьмое место и довольно необычная спортивная аркада под названием Moonsurfing. Здесь вам предстоит погонять на хаверборде по лунной поверхности, изучить кратеры и в общем получить море эмоций и удовольствия. Вам необходимо будет ездить от станции до станции, тем самым собирая определенные буквы и собирая из них слова. В общем-то игра разбита на уровни, и каждый уровень включает в себя слова разной длины. То есть если поначалу будут более простые уровни, со словами из трех букв, потом из четырех, потом из пяти, и все это будет в рамках ограниченного времени. Но говоря о времени, вы можете его пополнять. Для этого вам необходимо будет проезжать через специальные чекпоинты, а также если например вы прыгнете на каком-нибудь холме, и ваш хаверборд будет находиться в воздухе, время на счетчике остановится, и соответственно вы также сможете немножечко времени сэкономить, и тем самым успеть добраться до финиша. Игрушка мне понравилась, выглядит она очень симпатично, и к тому же не так много игр, посвященных луне и ее поверхности. В общем аркадка бесплатная, и каждый может скачать ее и оценить сам. На седьмом месте расположилась головоломка, а точнее квест под названием Froat Abundant от студии Snapbrick. Возможно данную студию вы знаете по такой серии игр как Faraway. Думаю особенно те, кто смотрит все мои видео, точно уж не пропустили ни первую часть Faraway, ни вторую, в которых нам необходимо было разгадывать загадки в каких-то древнеиндейских пирамидах, и соответственно продвигаться вглубь таинственного острова. Теперь же разработчики решили сделать что-то другое, и сделали они в принципе стандартный Point and Creek квест, который может понравиться, а может и нет. Лично мне их новая игра по атмосфере напомнила Cube Escape. Есть что-то тут такое вот схожее в графике, да и вообще в происходящем. В общем по сюжету ваш брат пропал в каком-то таинственном месте под названием Abandoned, и вам необходимо будет изучить данный мир и собственно отыскать его. Квест получился неплохой, головоломки в принципе тоже, но все-таки до уровня игровой серии Faraway данная игра на мой взгляд не дотягивает. Но тем не менее респект разработчикам за то, что они не зацикливаются на чем-то одном, а пытаются сделать что-то другое, отличное от их предыдущих продуктов. В общем поиграйте, если любите квесты. На шестое место я поставил вторую часть довольно популярной экшен-аркады по названиям Major Mayhem 2. Первая часть, я напомню, выходила под издательством Adult Seam, а вот вторую разработчики решили издать сами, так как накопили фан-базу и собственно решили все денежки забрать себе, а не отдавать часть доходов издателю. В общем-то геймплей здесь остался примерно такой же. Вы играете за солдата, который бежит сломя голову вперед, прячется за различными укрытиями и собственно отстреливается от противников. И ваша задача собственно стрелять по ним. По геймплею игра представляет из себя тир. Вам необходимо подгадывать нужный момент, чтобы пули врагов не попали в вас, и соответственно тапать по ним для того, чтобы убить их. Основными плюсами игры на мой взгляд является, во-первых, бешеная динамика, которая с головой затягивает в происходящее. Во-вторых, каждый уровень будет визуально отличаться от предыдущего, хоть и не кардинально, но тем не менее это разнообразит игру, и тем самым вызывает желание узнать, что же вас будет ждать дальше. И в-третьих, постоянное появление каких-то новых фич, новых противников, новых видов оружия, которые вы можете использовать, и также эпичных боссов, которых вам необходимо будет одолеть. Кроме этого, в игре присутствует система апгрейда. Собирая чертежи, вы сможете открывать новые виды оружия, а также улучшать уже имеющиеся. Ну а чтобы жизнь медом не казалась, нужно добавить немножечко дегтя. Этим дегтем является система энергии, которая будет ограничивать вас на количество попыток на прохождение уровней. Хочется отметить, что в целом эта картина не портит, поэтому поиграйте, я думаю, вам понравится. Пятерку лучших открывает головоломка под названием Infinity West. Действие в данной игре будет происходить на Диком Западе, а вы будете играть в роли в своеобразных таких вот фигурок из настолки. Ваша задача победить всех бандитов на локации, и, соответственно, перейти дальше. Уровни в игре разделены по дням, и каждый день включает в себя несколько битв, то есть если вы в одной из битв проиграете, то придется весь день перепроходить с самого начала. Что же здесь вы можете делать? У вас имеется несколько видов оружия. Это нож и также еще револьвер, который вы сможете использовать для того, чтобы убивать врагов на расстоянии. Соответственно, чтобы убить врага ножом, нужно подойти к нему вплотную. Кроме этого, на локации вы сможете находить различные бонусы, которые позволят вам пополнить запас патрон, подправить здоровье или добавить вам дополнительных шагов, чтобы вы могли сходить за один ход больше, чем на одну клетку. Кроме этого, на локации имеются бочки, стреляя по которым вы сможете убивать всех, кто находится в ближайшем радиусе, а также ящики, в которых вы сможете найти припасы, а также апгрейды, которые позволят вам увеличить максимальный запас жизни или патрон. Игрушка распространяется бесплатно, но на определенном моменте игра попросит либо купить ее, либо же продолжить играть ее после просмотра небольшого рекламного ролика. Вот такая вот гуманная монетизация в данной игре используется, и, собственно, головоломка-то по сути неплохая, поэтому поиграйте, я думаю, не разочарует. На четвертом месте находится головоломка Контраст. Я сразу скажу, это довольно нестандартная и нетипичная игра, и лично я ничего подобного еще не встречал. Игра включает в себя всего лишь 7 уровней, но каждый из них уникален и, собственно, сможет удивить даже искушенного игрока. Для того, чтобы пройти тот или иной уровень, вам предстоит изучить, что же здесь изображено, попробовать пошевелить все или иные предметы и, соответственно, в конечном итоге докатить шарик до финишной линии. Сами разработчики утверждают, что пройти игру можно как за 5 минут, так и за 30 минут. Все будет зависеть от того, как быстро вы сообразите, что здесь и к чему. Лично я прошел ее где-то минут за 10-15, но впечатление и удивление от данной игры не покидает меня до сих пор. В общем, если вам не жалко 69 рублей, то обязательно купите эту игру, дабы поддержать этого сумасшедшего, в хорошем смысле слова, разработчика, который создал такую необычную игру, которая немножко сможет изменить систему вашего восприятия. Тройку лучших открывает игра Pocket Drift. Собственно, из названия, я думаю, вы поняли. Здесь вам предстоит управлять гоночным автомобилем и входить в занос. Каждый уровень представляет из себя небольшую локацию с вычерченной на ней траекторией, собственно, которой-то вам и предстоит придерживаться. Чтобы пройти каждый уровень на золотую медаль, вам необходимо придерживаться всего лишь нескольких моментов. Во-первых, нужно находиться максимально близко к линии. Во-вторых, нужно ехать как можно быстрее. И в-третьих, постоянно дрифтовать для того, чтобы заработать как можно больше очков. Если все эти три основные составляющие вы выполните, то золотая медаль будет в вашей копилке. Ну а если золотую медаль вы заработаете, то получите больше денег и, соответственно, сможете купить новую машину. Здесь их, кстати, 16 штук. А также проапгрейдить уже имеющиеся. Правда, кастомизация касается только внешней составляющей. Вы можете заменить диски, установить спойлер, поменять капот и изменить цвет своего авто. В принципе, аркадка получилась довольно неплохой и как карманная игрушка на каждый день, особенно для тех, кто любит гонки и дрифт, я думаю, будет в самый раз. Второе место своего сегодняшнего топа я отдал спортивной аркаде под названием Shred 2. В общем, я думаю, данная игра не нуждается в представлении, потому что в первую часть, я думаю, играл практически каждый. А если не каждый, то поиграйте в первую часть, и после этого, я думаю, вам обязательно захочется поиграть и во вторую. Данная игра является своеобразным симулятором езды на горном велосипеде. Ваша задача в игре будет состоять в том, чтобы пройти более 40 подготовленных уровней, на которых вас будут ждать сериальные задания. Например, сделать тот или иной трюк или проехать за определенное количество времени ту или иную трассу. И, собственно, это с каждым уровнем вы будете обучаться новым трюкам и, соответственно, получать новый экспириенс. Уровни будут не такими-то уж и простыми, как может показаться на первый взгляд, и вам предстоит их перепроходить раз по 10 как минимум. Но именно ради этого-то и стоит играть, ведь, как говорится, без падений ничему не научишься. Игрушка получилась, в принципе, достойным продолжением первой части. А, касаемо графики, графика чуть-чуть улучшилась, но все-таки, на мой взгляд, и вкус есть в графике небольшие огрехи, но на них быстро перестаешь обращать внимание, так как полностью сосредотачиваешься на велосипеде и исполняемых на нем трюков. К сожалению, вторая часть вышла платной, но зато без рекламы, без доната и прочих элементов бесплатных игр. И первое место своего топа я дал порту довольно популярного квеста под названием Lost Horizon 2. Собственно, как и в первой части, вам предстоит играть в роли бывшего агента британской разведки и отправиться в опаснейшее и мистическое путешествие. Если в первой части вы отправлялись в Тибет, чтобы отыскать загадочную Шамбалу, то теперь вы отправляетесь в Скандинавию для того, чтобы отыскать не менее загадочный город Асгард и не дать нацистам завладеть древними секретами, которые позволили бы им создать оружие для того, чтобы захватить весь мир. В плане графики, сюжета, озвучки, атмосферы, игрушка просто шедевральна. И на мобилках таких игр не так-то много, поэтому если вы любите квесты, то обязательно зацените её. Но есть у игры некоторые огрехи, и в первую очередь это касается оптимизации. Если ролики, которые работают на движке игры, идут без нареканий, то вот кинематографические сюжетные катсцены почему-то лагают и проседают по FPS, причём довольно жёстко. Я это проверил на двух своих устройствах, и на обоих у меня такой вот неприятный момент случился. Но я надеюсь, что разработчики подправят это и будет просто шикарно. Ещё одним минусом, если это таковым можно назвать, это отсутствие российской локализации. Потому что если у вас есть проблемы с пониманием английского, то это вам немножко усложнит процесс погружения в происходящее, и, соответственно, получите вы немножко не тот экспириенс, который вы бы могли получить, понимая, что тут происходит и о чём тут говорят. Хоть и по мнению большинства игроков вторая часть получилась куда хуже, чем первая, но тем не менее игра продолжает оставаться годной, и, как я повторюсь, на мобилках таких игр мало, поэтому цените, играйте и покупайте. А на этом на сегодня всё. Всем большое спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!